Здравствуйте, господа! Здравствуйте, дамы! Всем привет! Вот снимаюсь на фоне цветущих деревьев. Сейчас у нас весна. Наступила, наконец. Все цветет, благоухает, пчелки летают. Ну, о чем будем разговаривать? Хочу поговорить о кормах. Ну, все вы знаете, что мы изготавливаем корма сами, кормим птицу своим кормом. Чем это вызвано? Ну, во-первых, дороговизной, огромной дороговизной заводских кормов, которые у нас на Кубани производятся. Житница России, так сказать. А цены на корма бешеные. Хотя, можно сказать одно, что корма для животных и птиц производятся в основном из отходов, переработки какого-то пищевого сырья. И из зерна, которое не идет на посев в мукомольное производство. Ну, и так далее. По крайней мере, так было при Советском Союзе. Как это сейчас выглядит? Ну, наверное, еще хуже. Значит, второй аспект. Это то, что корма некоторые производители стали производить очень длительного срока хранения. Один из моих подписчиков и покупателей прислал мне фото мешка корма с наклейкой. Это фото вы увидите. Там сознательно заштрихованы фирменные знаки производителя. И его, как он называется, виркот или что-то такое. Дабы не нарушать его конфиденциальность. Значит, что хочу сказать. Значит, ранее этот производитель производил корма месячного срока хранения. Затем стал производить корма трехмесячного срока хранения. Уже на трехмесячном сроке, на кормах трехмесячного срока хранения стала наблюдаться не совсем хорошая картина по выращиванию птички. Это в моем личном подсобном хозяйстве, потому сразу же отказался от этого корма. Теперь этот производитель стал производить корма шестимесячного срока хранения. Вот у меня сразу же так вот, когда я посмотрел вот эту этикеточку, возник вопрос, что же туда нужно добавить, чтобы корм пролежал у вас дома, у меня дома, на каких-то складах или еще где-то шесть месяцев. Простой пример. Взять хотя бы... В основном, основная составляющая любого комбикорма – это зерновая составляющая. Это основной процент. Даже если взять вот пакет муки или пакет какой-нибудь крупы купить в магазине, положить его дома не в какое-то складское помещение, а в буфет, шкафчик, который находится где-то на кухне, в сухом, чистом помещении, где хозяева пытаются, даже не пытаются, а стараются, скорее всего, что избежать туда проникновения мышей, всяких блошек, коздебошек. Как вы думаете, через полгода можно это будет кушать? Я думаю, что навряд. Значит, прихожу к выводу о том, что, ну, это как бы не один уже производитель производит такие корма. Не он один. Уже несколько, я знаю, таких производителей, которые производят корма шестимесячного срока хранения. Вот вы все прекрасно знаете, что мы зимой забиваем бройлера и торгуем им на рынке. При кормлении такими продуктами, я думаю, что бройлер, покушав такой комбикорм, или курочка-несушка, а мы впоследствии покушав такое яичко от той птицы, которую кормили таким комбикормом, или это мясо, когда-нибудь мы все умрем, нас закопают, естественно, а потом потомки лет так через сто откопают, а ты лежишь там как новенький, сохранился. Вот что хочу сказать. Вот иногда мы закупаем, вот по летнему времени мы закупаем бройлеров у других производителей, ну чисто для себя, чтобы покушать. Там десяток, голов, когда как. Вот сейчас я, на настоящий момент, я разузнаю различными способами, чем люди кормят. То есть бройлера, которого, если вот я знаю, что у людей есть свой кормоцех, и они производят свои корма, у этого производителя я буду покупать бройлера чисто для себя. И даже для торговли, если понадобится, кто-то попросит забить там, или что-то, вот такого бройлера я буду покупать. Того бройлера, который кормлен кормами шестимесячного срока хранения, я попросту у этих производителей закупать не буду. Выясняется это очень просто. Даже вы можете выяснить это на рынке. Ну, как бы не точно, что это шестимесячный срок хранения или не шестимесячный. Как правило, все корма, которые продают заводы, они гранулируются. То есть что там получается? Там корм раздроблен до состояния пыли, а потом сгранулирован. Когда происходит кормление птицы гранулой, мускульный желудок у птицы не развивается. Он маленький, примерно размером ну вот с пятикопеечную, может быть с пятирублевую, чуть побольше монету. Когда вы покупаете мясо, если вас это заинтересовало, нитушку бройлера или курицы, попросите продавца показать желудки. Ну, кто-то называет их пупками. Попросите показать желудок. Если он маленький, то тут 50 на 50, что птица кормилась, 50 на 50, что птица кормилась комбикормом 6-месячного срока хранения, либо гранулой. Вот выяснить тут, то есть уже к этому надо относиться с опаской. То есть если вы увидели пупочек вот такой маленький, если его разрезать, он будет, или вы увидели этот пупочек, такой лопух лежит, хороший. Это однозначно кормилась птица зерновым кормом, дробленым, либо чистым зерном. Мускульный желудок работал, он развился, он крупный, хороший. Вот такую птицу смело можно покупать, кушать. Вот это все остальное, как бы вам не впаривали, что это все домашнее. Вполне возможно, что даже люди, которые выращивают это дома, пользуются вот этими кормами, и то же самое будет и у них. Потому я вот для себя, ну, такое я не покупать, не есть, не буду. Ну, собственно говоря, вот у меня и все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok